Здравствуйте наши уважаемые зрители и подписчики! В этом видео мы поговорим о таком июньском лекарственном растении, как малина лесная. Малина обыкновенная или лесная, наиболее известный вид рода малина, подсемейство розовое, семейство разоцветное. Род один из самых больших среди разоцветных, по разным оценкам включающий свыше 250 видов, распространенных по всему земному шару. Особенно в зоне умеренного климата северного полушария. Малина представляет собой ветвистый колючий полукустарник до 2 метров высотой, с длинным ползучим корневищем, развивающим надземные двулетние побеги. На первом году жизни побеги бесплодны, зеленые с сизоватым налетом, травянистые, прутевидные, усажены тонкими острыми колючими шипиками. К зиме одревесневающие, побеги второго года образуются цвете, плодоносят, после чего засыхают и отмирают. Листья очередные, сложные, непарно-перистые, с пятью листочками. На плодоносящих побегах тройчата сложные. Листочки яйцевидные, сверху голые, снизу серовойлочные, от густого шелковистого опушения. Черешки 2-6 см длины, с мелкими прилистниками. Цветки белые, до полутора сантиметров в диаметре, на длинных цветоножках, с отогнутыми назад чашелистиками, остающимися при плоде и быстро опадающими лепестками. Собраны малоцветковые, конечные, щитковидно-метельчатые или пазушные, поникающие соцветия кисти. Плоды красные, сборные костянки, 1-2 см диаметра. Зрелые плоды легко отделяются от белого конического цвета ложек. Цветет в июне, иногда в сентябре. Плоды созревают с конца июня по сентябрь. Дикорастущая малина широко распространена в Украине и Белоруссии, по всей европейской части России. Светолюбивый вид. Нитрофил. Предпочитает богатые азотом почвы. Встречается в различных типах лесов, на осветленных местах, опушках, полянах, на вырубках. Нередко сильно разрастается, образуя обширные заросли. В горах выходит на скалы и осыпи. В настоящее время малину, как ценное пищевое и лекарственное растение, широко культивируют в лесной и степной зонах России. Культурные сорта малины происходят от дикой малины обыкновенной и от близкого к ней американского вида малины черноволосистой. Останавливаясь на химическом составе малины, отметим, что в ней содержится до 18% сухих веществ, то есть больше, чем в черной смородине, плюкве и голубике. Свежие плоды малины содержат до 11% сахаров, глюкозы, сахарозы, фруктозы. Следы эфирного масла. Органические кислоты. Яблочную до 2,5%, винную, лимонную, салициловую, муравьиною. Пектиновые, белковые и слизистые вещества. Витамины группы А, В, С, ПП, никотиновую и фолиевую кислоты, спирты, винный, изоамиловый, каротин, флавоноиды, дубильные и антоциановые вещества, кумарины, ситостерин, цианинхлорид, кетоны, ацетаин, диацетил, бензальдегид, микро- и макроэлементы. Листья и цветки содержат дубильные вещества, флавоноиды, сахара, органические кислоты, витамин С и различные минеральные соли. Семена содержат жирное масло до 22% и фитостерин до 1%. Листья накапливают марганец. Плоды и листья малины лесной обладают патагонным, жаропонижающим, противовоспалительным, противоцинготным, вяжущим, тонизирующим и легким диуретическим действием. Препараты из листьев и молодых побегов, кровоостанавливающим, спазмолитическим, кровоочистительным и антитоксическими свойствами, их используют для нормализации обмена веществ. Переходя к рассмотрению вопроса о применении малины в современной народной медицине, сделаем небольшой исторический экскурс. С древнейших времен население Земли употребляет в пищу плоды малины. Впервые о малине упоминают в своих трудах древнегреческий ученый Катон, живший в III веке до н.э. Плиний старший, живший в I веке, повествует о дикой малине, росшей на горе Иде. Горный массив в центре острова Крит. Впервые сведения о выращивании малины в садах относятся к IV веку. Римский исследователь Палладиус, живший в IV веке н.э., называл малину садовым растением. Сведения о садовой малине в Европе как культуре датируются уже XVI веком. Тогда аристократические слои населения разводили малину вблизи своих домов. В России выращивание малины начинается со времен Юрия Долгорукова. Но интенсивная работа с культурой ведется примерно последние 150 лет. В народной медицине используются все части растения. Плоды едят в любом виде свежим и сушеным, при гриппе, упадке сил. Благодаря высокому содержанию салициловой кислоты, малина является хорошим средством при простудных заболеваниях. Она входит в состав патагонных сборов. Широко применяется при гриппе, хроническом ревматизме. Установлено, что листья малины содержат вещества спазмолитического действия, а также стимуляторы гладкой мускулатуры кишечника. Кроме того, листья оказывают мочегонное и слабо отхаркивающее действие. В листьях витамина С в 10 раз больше, чем в плодах. Малину полезно принимать при дефиците железа и различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Полезна малина при атеросклерозе, повышенном артериальном давлении и болезнях почек. В химический состав малины входит фолиевая кислота, которая оказывает благотворное влияние на женский организм во время подготовки к материнству, а также во время самой беременности. Помимо этого, малина обладает хорошим мочегонным действием и благотворно влияет на работу почек. В малине содержится медь, которая содержится в составе большинства препаратов для лечения депрессии. Поэтому малину рекомендуется принимать людям, работа которых связана со стрессом. Малина не теряет своих свойств во время термической обработки, в отличие от других ягод. Поэтому варенье или компот из малины всегда обладают такими же свойствами, как и свежая малина. Сушеные плоды и отвар молодых веток применяются при простуде, кашле, ангине, высокой температуре. Как патагонное жиропонижающее средство. В народной медицине плоды употребляются так же, как противопохмельное и противорвотное средство. Листья малины применяют при заболеваниях органов дыхания и пищеварения, а также при проблемах сердечно-сосудистой системы. Отвар цветков и листьев применяют при белях, расстройствах менструации, гриппе с кишечными проявлениями, для укрепления десен и очистки крови. Цветки также использовались как антитоксическое при укусах ядовитых змей и отравлениях различной этиологии, а также как противовоспалительное при заболеваниях глаз, например, конъюнктивитом. В народной медицине издавна использовался сироп малины при болях в желудке, для улучшения аппетита и работы сердца. Настой листьев и плодов использовали как косметическое средство для чистки лица от угрей, кожной сыпи. Им лечат также дерматозы и заболевания десен. Подходя к вопросу заготовки сырья, сразу отметим, что сбор можно осуществлять исключительно в сухую погоду, в экологически приемлемых регионах. С лечебной целью используют главным образом плоды и листья лесной дикорастущей малины. Собирают плоды по мере их созревания, без цветоножек и цветоложек. Провяливают, а затем сушат в сушилках при температуре 50-60 градусов, рассыпав тонким слоем в 2-3 см на бумаге или ткани. Можно сушить в печи. Запах сушеных плодов приятный, вкус кисло-сладкий. Хранят сушеные плоды 2 года. Листья и цветки малины собирают в мае-июне, отдавая предпочтение молодым побегам. Удобнее проводить заготовку специальными ножницами или секатором. При этом руки желательно защитить садовыми перчатками. Собранное сырье сушат под навесом, на открытом воздухе или в хорошо вентилируемых помещениях, разложив тонким слоем. Срок хранения листьев малины не более 2-х лет. На этом у нас все. Надеемся, что информация из этого видео была для вас полезна. Подписывайтесь на канал Живые Травы, ставьте лайки, а наш коллектив желает вам крепкого здоровья и долголетия.